Единственное, я тут спрашивал у всех, кто последний, какой последний фильм смотрел, который понравился. Прям понравился. Ой, я столько всего пересмотрела, пока лежала, болела, особенно вот в самом начале января. Мне кажется, я фильм в 50 посмотрела, они у меня все смешались в кашу. Всего Шрека посмотрела, весь крик, всего Гарри Поттера. О, этому уважаем. Погоди, ты посмотрела всего Гарри Поттера? Да, да, да. Ты же до этого, по-моему, вообще не смотрела, да? Ну я кусками смотрела, до этого кусками смотрела. Но если честно, вот посмотрев его сейчас полностью, я все равно мало что запомнила. Это получается, если присутствуют вопросы про Гарри Поттер, один из что-то сможет ответить. Ну попробую. Лер, ну как сказать? Как тебе сказать? Вообще у меня ощущение, что это фильмы для тех, кто наизусть знает книжки, потому что мне многие повороты были непонятны. То есть ты сидишь, в смысле смотришь, они сидят, и тут вдруг начинается совсем что-то другое. Приходят какие-то люди, и ты вроде как их должен знать, а ты их не знаешь. Чувствуешь себя лишним на этом празднике жизни. Мне казалось, что как раз-таки это в Гарри Поттере, это одна из тех франшиз, где из книжек взяли все самое основное. Ну там проблема в том, что... Почти все. Для меня лично проблема в Гарри Поттере, в экранизации в том, что они самый главный твист обосрали со Снэйпом, а так как бы... Потому что там ты это узнаешь в конце... Про то, что он оказался отцом Гарри Поттера? Что? Тип плохой байт. Нет, в конце седьмой части ты все узнаешь, а тут они в шестом фильме, я ведь, пихнули, это непонятно. Нет, почему? Ты все узнаешь конкретно про Снэйпа и всю вот эту ерунду. В конце седьмого? В конце восьмой, восьмой. Ну, восьмого фильма, да, и в конце седьмой книги. Ну, да-да-да. А в шестом фильме они пихнули, что он специально по просьбе Дамблдора его убивает. Так, зачем это сделать? Да, ну, именно этот спойлер, да, но мне кажется, так и надо было сделать, иначе бы все, то есть, ну... Так. Армия бы настроилась против всего, и, ну, как бы там уже ничего бы не имело смысла. Посмотрим. Так, ставку сделаем, тогда будем каждый вызово ставить на каждый раунд. Выиграет ли Кина первый раунд? О, у меня есть восьмять тысяч баллов. Пойду поставлю против себя. Там первый раунд, первый раунд какой-то, вот я не помню, я жужжу. Сейчас, да, я вам все расскажу. Так. Блина, а у меня нет у тебя в Селеграме надо счастливать. А ты же мне, по-моему, а ты мне через ВК тогда отправлял разведать? А ты можешь меня отправлять? А-а-а. Неплохо, я, кстати, сначала и не поняла даже. А потом прошло. Так мне куда, ВК или в Телеграм? Смотри, я тебе написал? А, да, все, есть. Все есть. Так, сейчас я вам расшарю экран. Ой, а че это так волнуюсь-то? Так, есть у вас изображение? Да, забираю. Да, сейчас я стрим сейчас провал. Да, все это. Сюда оставлю, все. Пока, спасибо за поддержку. Я ухожу от вас. Пес, браса. Опять это обучение. На премьере Темного Рыцаря. Да-да-да. Так, вам все видно, да? Да. Ага. Да, супер. Ну и для зрителей тоже расскажу, мало ли кто-то не в курсе, что такое Синифин. Да. Окей, да. Я тоже не узнал. Синифин – это киновикторина. И сегодня у нас принимает участие великолепная Дина, Влад и Лера. Я думаю, вы с ними со всеми знакомы. Игра проходит в шесть раундов, в каждом из которых вы будете получать баллы. Первый раунд заключается в том, что нужно отгадывать фильм по кадру, но в необычном формате. Будет сначала демонстрироваться кадр за три очка, он сложный. Если вы рискуете и пытаетесь отгадать, то вы не сможете отгадывать этот же фильм за два балла. Но вы можете пропустить, собственно, если пропускаете, можете за два, но если отгадываете за три, вы также сможете и за один балл. То есть, к примеру, вот вы видите кадр, вы такой, сомневаетесь, не буду рисковать. Дальше вы видите кадр за два, и вы такой, а, ну да, скорее всего, это темный рыцарь, и да, действительно, это темный рыцарь. То есть, вопрос, если я за три угадываю, ты говоришь, можно еще за один балл угадать. То есть, я могу четыре балла за три? Не-не-не, если ты за три правильно ответил, то ты получишь три балла. А, ну все. Собственно, второй раунд аналогичен первому, только там нужно будет отгадывать фильмы по саундтрекам. Третий раунд, он разгрузочный, называется Кринштайм, где мы подготовили пять кинопародий. Я думаю, вы все фильмы отгадаете. Четвертый раунд, это нужно отгадать фильм по трейлеру, там будет 12 трейлеров за один балл, за два, за три и за четыре. И пятый раунд новый у нас в Синефине, потому что каждый из вас скинул мне свою тему, я пока озвучивать ваши темы не буду. По данным темам я подготовил несколько вопросов. Там, как будут начисляться очки, я расскажу перед раундом. Ну и заключительный раунд, это раунд финальный, где будет просто три вопроса по пять баллов каждый. Ой, как же он наехал на нас. Да, слушайте, я надеюсь, тут просто в 11 винде новый интерфейс этого просмотра изображений. Меня это немного смущает, но я надеюсь, что ничего там не заспойлерится. Надеемся, что заспойлерится. Сейчас. Делаем так. Не смотрите пока туда. Я проверю, чтобы все работало. Я закрыла глаза. Отвернулась от экрана. Так, вроде все, мы можем начинать. У-ху. Мы играем уже? Да, мы играем. Это кадр за три балла. Я пробую. Пожалуйста. Блин, может подождать еще? Просто я написала. Дети. Дети в клёш. Да, я тоже написал в телеграм. Блин, может, я тоже напишу на эти. Ага. Что, написала? Сейчас все мимо. Угу, получил. За два балла. Ну, можно и за один показывать, мне никто не можем угадывать. Генерал. Да, вы не можете отгадывать и за один. Ясно. Генерал написал. Всегда один балл. А, мы сейчас можем написать, да? Да, да. По-моему. Да, сейчас можно точно. Да, да, да. Кто написал? Наверное. Я правильно писала, все, да. Я тоже написал. Да, да, да. Ну, вы все правильно ответили за один балл. Было два ответа в Форест Гамп неправильно. Оно тоже неправильный ответ. А кто написал в Форест Гамп? Я написал в Форест Гамп. Блин, очень похоже было. Очень похоже. По цвету, ну, по качеству, по всему. Я прям подумала, что это... Я одно написала. Так. Я первая, что пришла в голову, но там нет такого кадра. Я такая... Я потом начал сомневаться, но уже написано было. Двигаемся дальше. А, ну, собственно, Джуманжи. Это Джуманжи. Как же это... Ой, здесь я без понятия буду ждать следующего. Да, 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 я тоже, пожалуй, пас. Ладно, давай дальше на мне есть. За два, да? Да, да, да. Это фильмы и сериалов нет здесь, да? Здесь нет сериалов. А... Блин, черт, Лера бы сейчас написала. А если... Короче, по-моему, он называется вот так. Я не помню, как он называется. А где еще? Нет, а можно поменять ответ. Нет, я поняла. Да, 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 можешь поменять пока. Это... Вот так. Вот так. Блин, мне кажется, я этого не могу делать. Дина, ты пас, да? На, я жду за единицу. Все. Ну, кроме как... У меня больше нет вариантов, кроме того, что я написала. Да, твоя версия хорошая. Это не первому игроку приготовиться. Это главный герой с Райаном Рейнольдсом. А, ну я не очень... Очень классный фильм. Хороший, да? Да, мне очень понравился. Такой смешной. Прям там отсылочки всякие для геймеров, для стримеров, для всего прям. Да, стриминга там, кстати, очень много. Ребята за два угадали? Да. Да. Двигаемся дальше. Разбавим немножко американского кино. Выглядит это суперзнакомо. Он цветной, кстати. Что-то типа того, что ты смотришь с мамой под Новый год. Ну, примерно. Но... Не, я без понятия пока что. Ладно, я попробую. Ну, блин, ну... Это, скорее всего... Просто мне кажется, что следующие кадры будут более явными. Ну, ладно. Я вот такое только знаю. Это все, что я знаю. Я не даже не знаю, что я правильно написала. Ладно, я попробую. Ну... Это первое, что пришло. Сейчас, все. Я все написал, можно ли? Ну, за два из вас никто не может отгадывать. А, блин, это же этот! Это же этот! Это один. Ну, вот я и не помню. Блин, сейчас... Как его? Не, не помню. Там с фамилией в названии. Да, 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 есть такое. А, а ты про это говоришь? Ну, как бы... Смотри, Дин. Я тебе так скажу, что... Я буду принимать последний ответ. Ну, просто у тебя есть вариант за три балла. А, да нет, да не он. Я разочаровал в своем варианте здесь фамилии. Короче, блин, нет, я не помню эту фамилию. Ладно, отправлю то, что у меня всплыло. Но, блин, нет, не такая фамилия там. Так, а вы будете отвечать за один балл? А, не, я до сих пор ничего не понимаю. Нет, я не знаю. К сожалению, Дина отказалась от трех очков, потому что это в бой идут одни старики. Сука! Я ж тебе даже подсказал. Я даже наводил. Я думал, может, он сбивает меня. Почему-то у меня в голове, что этот фильм черно-белый почему-то. Да, у меня тоже, Лер, у меня тоже. И я начала, думаю, напишу, что... Тирлиц тоже черно-белый, но ей же цветная. Я думала написать, что в бой идут одни старики, потом думала, нет, он же черно-белый. Поливать минус три балла. Ладно. Саш, двигаемся. Я написала потом «Солдат Иван Бровкин». О, это... Вот так. Ну, много с ошибкой. Но суть. Ты понял. Нет, Мэй не выдал, и тут, тут, тут Дензела Лашнтона, я тоже не знаю. Какой-то, не знаю. Я написала, но я могу... Дина, ты пас тоже, да? Я пас, я вообще не... Это этот из брюки? Нет. Нет, это этот из «Игр разума». Ну, он один из его коллег, главного героя. Я жду за единичку. Тоже, да, за единичку? Ну, у меня как бы с Дензелом Вашингтоном есть несколько вариантов фильмов, и... Чё-то я не уверен, что это он, конечно. Я попробую, ладно. Это же не штрафуются же очки, если я попробую? Не-не-не, тут нет штрафа. Я написала название фильма, я не уверена, что есть такой фильм, но вот этот эффект сепия наталкивает меня на мысли. Название огонь. Интересно, а что это? Я попробую так. Великий уравнитель, да, неплохой вариант. Лера вырывается вперёд, она набрала три очка. Это фильм «Дежавю» Тони Скотта. Очень классный фильм. Это классный фильм, я его очень смотрю. Я его хотел посмотреть, но я его не понял. Я, наверное, его раз пять смотрела, мне очень нравится. Офигенный, да. Я помню, что он классный. Но вообще кадры... Я же говорю, там вариантов с Дензелом Вашингтоном не очень много таких. Не буду спойлерить, что происходит в фильме, просто рекомендую посмотреть. Да, да, да. Я тоже что-то читаю. Я, если что, написала «Операция буря в пустыне». Точно, да. «Операция буря в пустыне»? Блин, это, конечно. Это очень знакомо, но... Так, у меня почему-то Влад стал красным. Ему стыдно, стыдно, что не вспомнил фильм. Не, я не помню, что это... А, во, все нормально у меня. Я просто... Я жду за два. Я жду за два. Тоже ждете, все ждете за два, да? Да, 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 я тоже пас. Да, пас. Это, наверное... У-у-у... Мне кажется, это оно. Хотя, стоп, там чел в форме, подождите. Да, вот так. Блин, и... По-моему, это вот так называется. Сейчас. Он же так называется. Это Гослинг Юн и там стоит, что ли? Да. Блин, ну не... Блин, нифига, как вы увидели его. Не спит, а я... У меня прям сразу, я подумала. У меня прям сразу, что бросается, да. Блин, я не знаю, рискнуть или нет? Ладно, попробую. Ну, это, по-моему, не это очень вообще. Но я в своем ответе почему-то уверена, не знаю. Дина, зачем ты подумал? Я жду, да. Спасибо большое. Очень помогло, кстати. Это Райан Гостинг. Ой, это Райан Гостинг. А, ну тогда это драйв, что пишу. Да не умер он в конце драйва. Не знаю. Блин. Я не видела просто этот фильм. Я думаю, наугад что-то написать. Ну, вспомни популярные фильмы с ним. Причем, которые любят девочки. То есть, получается, я правильно ответил? Не знаю. Сейчас узнаем. Блин, я пас. У меня даже варианта нет. Получается, Лера же, по-моему, за три. Ты пас? Да, я пас. Это дневник памяти с Рэйчел МакАдамс. У меня за два, за два. За два я отгадываю. Да, у меня тоже за два. Да, не, у тебя, да. Я почему-то казался, что... Чтобы честно было, нет, за два, за два. Один, пять, восемь пока у нас счет. Дина, суберись. Друзья, а у кого один, мне интересно? У тебя один. А вот уже пять. А могло быть четыре, Дина. Да, да, да. Дина, я надо поставила. Сейчас, как он называется, сейчас точно-точно. Кейси Аффлек, зовут актера. Кейси Аффлек, я смотрел, кажется, этот фильм, если это... Я подожду. Он номинировался на Ускар. Не могу тебе подсказать, ты хочешь... Ну, я вариант написал уже. Я понял, да, да, да. Не, я за два жду. За два, да? Дина, ты тоже за два. Ну да, подожду все-таки. У меня есть подложение. Ой, ой. Ой, да. Блин. Понимаешь, я бы тебе про Оскар бы ответил, то ты сразу бы убрал бы этот фильм. Нет, ну как похоже было, просто очень похоже. А это специальная ловушка была. А я даже сейчас здесь... Я тоже не понимаю. А, за один, да, вам показывать? Ну, видимо, за один все возьмут. А, блин, я думала написать, но я вообще не помню, Кейси Аффлека там. Я просто... Монова сына играет там, да. Признаюсь, что я не смотрела этот фильм. Да? Полностью. Зато у тебя... А, подожди, несмотря на то, что скучно стало, или... Нет, я не смотрела, потому что как-то, ну, не знаю, не доходили руки, наверное. Хотя я не считаю это плохим фильмом, просто не хочется как-то. Слишком грустно. Грустно, да. Так, сейчас... Ну, на первом кадре это вообще один в один Манчестеру море прям... А, нет. Он когда еще там подрабатывал, Сантью? Камбэк Дин и тут пишут в чате. Сюда, плюс балл. Блин, я хотела на два балла написать, но я тоже жал. А, я что ж, да, я на единство тоже написал. Да, вы все за один балл ответили. Окей. О, супер. Блин, можно... Можно, конечно, рискнуть, но я... Вот это опять ловушка будет сейчас, это ловушка. Ну, это точно операция «Буря в пустыне». Должна она выйдет здесь, да? Влад, а что ты в тот раз написал на три балла? Это в какой раз? «Манчестеру море» он написал. А, значит... Он и спросил про номинацию на Оскар. Да, да, да. Не, я за да, наверное. Не, я за да, наверное. Не, наверное, тоже за два. Я вообще... Это было оно, это было оно, блин. Я вот, ну... Надо было довериться своей чуйке. Какой-то вестерн? Я вообще вот в вестернах я вообще не разбираюсь. Это какой-то вестерн, точно. Это как-то вестерн, это... Подожди, а может быть, это... А может быть, это... А может быть, это он? Вдруг это оно, но я понятия не имею, если честно. Я рискну, я рискну. Блин, Дин, очень хороший вариант, но вроде там не играл. Оооо, макфлайш. Сухо! Боже, я напомню. Когда только открыл, я такой, блин, это назад будущее. И я вот начал смущаться из-за того, что я с Манчестером точно так же. То есть я такой, первый взгляд, и я думаю, блин, Манчестер море, наверное. Чтобы вы понимали, я посмотрела первые две части, мне сказали, третья не очень, не смотри, и я не смотрела. И я просто на бум написала, не знаю, не зло повезло. Это преступление. Вернулась бы ты сейчас в прошлое и посмотрела бы, и ответила. Я ответила бы до 3 балла. Да. Я написала хороший, плохой, злой по второму кадру. Не знаю, кстати, третий очень хорошая часть. Все три назад будущее хороши. Я посмотрю тогда, ладно. За три. Я пока не узнаю. Я подожду второго. У меня есть мысль, но подожду лучше. Блин. Ладно, я тоже пас. Давай за два. Это что-то сложнее прям стало. А, может быть, это... Я попробую, я рискну. Не, я понятия не имею пока что. Хотя... Есть предположение? Так, Дина рискнула. Давай дальше, наверное. Это как? Не, я тоже, да, я тоже пас. Мы за один. Владу прибавь и 1 у Леры отбери. За что у Леры отбери? Ну, сейчас что-то кажется, Гарри Поттер, узик Аскабана. Не, 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 не. Там точно не было хигни по тюрьме. С Аскабана сбегают с этой... Он называется болгар. Секунда, я там реалик. Я куда-то не туда прибавил бал. Я не вижу бал. Примерно, что-то не забыл прибавить. Мне, мне, там, по-моему, 3 балла точно. Я уверен, там где-то... А, тогда все правильно. Все. Все за один, да, вам показалось? Да, 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 да. Блин. А я не знаю, как он называется. Вот так? Это был вариант, вот где-то там, на подкорке. Я такой, ну, может быть. Думаю, ну, может быть. В том, что я написала, точно не было синего мужика. Блин, ну, это вот какие ты ловушки ставишь? Ну, ты вообще прям... К сожалению, ты не можешь отвечать. Да, это фильм не эксперимент, это фильм хранителей. Хранители, да. Ну, конечно, голубой мужик, сразу понятно. Я не посмотрела. Я подумала, что в тюрьму... Блин. Ты понял, я подумала, это тот эксперимент, где они поменялись. Был эксперимент, что часть людей посадили за решетку, а часть сделали надежателю. А я не смотрел, кстати. А он разве не лысый? Вот этот вот. Майк Стронг? Ой, Марк Стронг. Ну, смотря когда, где, как. Ну, это какой-то новый фильм. Он в каком-то штифе не играл, где он был лысый. Может, так и быть. Да, он много где лысый. Нет, ну, все. Он раньше играл и в таком образе. Ну, как будто это современный фильм, просто это вообще как будто типа дипфейк какой-то. Ну, не носить. Марк Строн, фамилия как у порно-актера. Я за два подождала. Не, Лена не за, да, за второй. И ты тоже, Лера, за два, да? Да, 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 да. А, это, походу... Я подожду третьего. Я, пожалуй, не буду рассказывать. Сейчас, подожди, надо решиться. Очень похоже на... А с трейлеров могут быть скриншоты вообще? Которые не попали в фильм, ты имеешь в виду? Нет, ну вот, допустим, фильм еще там, допустим, не вышел. А, нет-нет-нет, тут уже только вышедшие фильмы. Ну, давай за один. Влад, это же за один, да? Да, 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 да. Ой. Я же говорю... Я ее не смотрел. Я смотрела. Ой, я зачем произнес название? Ой, блин, наверное, это, ну, не в коем случае. Так, кстати, тут, ребята, на экране название. Я, я что-то так немножко... Хорошо, понятно, есть неуверенно, ждем третьего кадра всегда. Все, блин, очкрутой. Но, кстати, не всегда. Я тут несколько вопросов сделал так, что прям суперочевидно. А, и некоторые, наоборот. Но мне очень хорошо. Дальше. Очень знакомо. Я беру, я беру это, конечно. Почему у меня ощущение, будто именно эту больницу взорвало джокер? Хм, может быть. С одного кадра, вот это, с одного дубля. Так, а тачки... Да, там, там день был. Да, я понимаю, просто ощущение по, именно по больнице такое. Тачки не современные. Тачки, мне кажется, я это видела. Мне тоже кажется. Я подожду. За два. Ой, это прям как будто даже сложнее, но... Прекрасно, ничего не непонятно, еще больше за один, наверное. Угу, у меня тоже за один. Ну, я прям найс с этим. А, неужели? Девчонки, спасибо, я теперь хоть попянулся. Как смешно выглядит мой вопрос на третьей картинке. Да-да-да-да-да-да. Джокер. Очень похоже на эту больницу, если что-то. Я, я же сказал, типа, да, очень похоже. Ты еще сказала, джокер взрывал. Сюда плюс бал. Дальше. Лера уже ответила. Блад уже ответил. Дина. Да? Да. Так это же очень легко. Ну, так это да. А Дина, ты не ответил еще? Нет, я не знаю, что это. А ты повнимаешься? Повнимательнее. Позадавайте, показать? Повнимательнее там, может быть, на картинках что-то. Не, не на переднем плане. Посмотри внимательно. Актер говорит по телефону рядом с рингом. Мам, может, это как-нибудь Рокки. Ну, я подожду лучше. Ты, видимо, не смотрела. Да, тут нужно, тут либо знаешь, либо нет. Ну, это не Интерстеллер, точно. Ну, это Матима Конахи уже после дурацких комедий, судя по всему. После дурацких. Ну, у него был период. Да, да, да. Да, он завяз в них, и потом он такой выкарабкался на характере. А что за дурацкие комедии? Ну, это он в клубе Далласского покупателя, да, снялся? Потом уже... Кстати, возможно, это был переломный момент. Лер, ну, там были комедии, типа, где он показывал, как правильно пукать такой рукой и отмахивает пук свой. Не, по-моему, 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 он еще до... Давай мне третьим. По-моему, по-моему, до ласки покупать в 2014, по-моему, что... А вот это как раз Брюгге. А где они вместе с Брюгге снимались? Не знаю, Брюгге. Болин, Фаррел. А, подожди, может, это тот фильм? Сейчас я напишу. Который ты не смотрела. Возможно, я его начинала. Очень вкусный чай. Да, Джеймпера. Сюда бал, сюда бал. Я его начинала, но... Вот Гай Ричи, это прям не мое. А мне очень понравился этот фильм. Па-бам! Последний фильм. Ага. Судя по тому, что, вы видите, здесь кто-то умер. Ну, там. Может, это свадьба. Сонялся, что он будет свадьба в черном костюме. Он недоволен выбором невеста. Свои же. Чатик силен, чатик силен. Я пас. Я тоже. Дина? Я думаю, что труп невесты, но подожду. Чат вообще у гений, я считаю. Это же... Сэм Роквелл. Сэм Роквелл, обожаю его, да. Ну, я... Брюм, я не знаю, что тут. Я подожду. Первый давай. Да, да. Это... Черт. А, я не знаю, может, это оно? Я просто смотрела. Я читала. Что-то не... Неочевидно. Вот это? Я, кстати, не читал. Да, это... Я именно читала. Сюда зеленая мили. Плюс балл. Плюс балл. Почему, кстати, у Леры 118, когда у него... Я, кажется, знаю, что это может сейчас... Или... Так же он и звучит. Блин, а как был тот фильм, где все в итоге оказалось у него в голове? Отличный спойлер залетел. Блин, ну или не пробовал. А как был тот фильм, где убийца был садовник? Я забыла. Чатик, я уже исправил. Сори, да. Я не ту кнопку нажал. Сейчас, сейчас, сейчас. Я... Не, я до второго подожду. Я буду ждать, да. Ладно, у меня есть вариант, но ладно. Нет, давай тоже первый. Был у нас Марк Стронг, теперь у нас Джереми Стронг. Не, вообще, я хорошо, что... Дальше, не, я не знаю. Сейчас, сейчас. В офисе делают. Гослинг плюс парни в офисе. Блин, он играл в этом фильме или нет? Как он... А прикиньте, если он там просто... Я, короче, попробую. Эпизодичную роль там сыграл. Вот так вот просто вылез на один кадр. И всё. Дина, Лера за один, да? Нет, следующая, да. Я подожду. А, стоп, это... У-у-у! Я за два успел, если что, написать. Да-да, ты успел. Я до сих пор не понимаю. Как же... Это Бэйл? Дина, ты тоже, да? Подожди, я думал... Да, это Бэйл. Бэйл, Гослинг, где они виделись. Ха... Ну, это не психопат, точно. Не, я не знаю, я не знаю. В фильме они, кстати, в основном созванивались, они виделись. Это фильм «Игра на понижение», там еще Брэд Питт. Еще самое смешное, короче, я, когда посмотрел первый кадр, я подумал, я вот не помню, как этого актера зовут из офиса. Стив Карл, да? Да-да-да, Стив Карл. Они еще играли, по-моему, вдвоем в фильме, где Гослинг его обучал, типа, пикапу. Вот я сначала подумал про этот фильм. Я вот не помню, как он называется. Не сорокалетний детский, а как-то по-другому, по-моему. Я подумал про этот фильм, но в итоге я вообще на таких лакищах во второй... А, есть, да. Я забыл. Я не помню, как он называется, но там его, типа, аж попускает Гослинг. Ну, смешной фильм. Так, мы закончили с кадрами, переходим к саундтрекам. Один аневерон. Счет у нас... Счет у нас 6, 21, 18. Так, так, да. Впереди планеты всей. 18 у меня, да? Нет, это у меня. Нет, у тебя 21. У меня у меня, ребят. Минус 1008 баллов. Так, тут, в связи с тем, что я переставлял винду... А, я сейчас вам по-другому это все выведу. Чтобы все работало. Я так понимаю, тут саундтреки были для аусера, который угадывал бы вообще-то в начале мелодии за 2 секунды. Если так, то можно пропускать сразу, мне кажется. Да не, я думаю, нет. Так, сейчас музычку... Чат, ну тут такой наивный, что ставили на меня, вы что? А, там еще ставки были, да? Да, сейчас я подрубил, выиграешь ли ты второй раунд. Это имеется в виду очки именно только за второй. То есть, к примеру, если Дина за второй наберет больше, чем кибай, то Дина выиграет второй раунд. Так. Кик. Я запустил. Так, сейчас. Это три саундтрека на одном скриншоте? Ну, на одном... Ну, да-да-да, это я через... В этот раз решил по-другому сделать. А, это ты ловко придумал. Вы скажите, будет ли вам слышен звук? Это тестовый вариант сейчас будет. Так, давай. Да, да-да. Очень даже. Очень слышал. Вы можете скорректировать все громко. Я убавил. Спасибо. Ну, тут все работает абсолютно так же, как и в прошлом раунде. То есть, за три, за два и за один. То есть, вот, к примеру, вы слышите такие... Уже играем или нет? У тебя слышно? Да. Это тест. Да. Отличный звук для проверки, кстати. Ты не слышишь? Что? Я слышу, слышу, слышу. А, вот. И вы такие думаете, блин, наверное, это «Пираты Карибского моря». Потом слушаете второй... И уже сомневаемся, что это «Пираты Карибского моря». Во, это вы такие «Да, наверное, это реально «Пираты Карибского моря».» А потом за один балл, когда слышите, такой «О, нет, это же «Гладиатор». О, да, именно так бы мы решили. Я бы все равно оставила «Пираты Карибского моря». Ну, кстати, таким образом, я помню, подловила я именно «Толфера». Ого. Так. Так, кнопка. Что ж, вы готовы? Первый фильм. За три балла. На какой-то... Сенатора, что ли? Это рождественский фильм прям. Я рискну. Так, сейчас, кстати, секунду, а почему у меня... Рискнула. Я за два, пожалуй, послушаю. Какая-то же знакомая и просто, ну... Я ссори. В саундах я точно проиграю, сто процентов. Я думаю, я тебе могу быть соперником. Дина, ты ответила, да? Да-да-да-да-да, я рискнула. Я хочу напомнить, что иногда песни могут встречаться в нескольких фильмах, но они же должны комбинироваться с несколькими саундтреками, которые будут играть. Поэтому, Дина, ты уверена, да, в своем варианте? Нет. Нет, я рискнула. Хорошо. За два балла. Это звучит как вообще песня с рекламой какой-то, блин. Реклама кофе. Передражение на анимацию похожую. Санта крадется, как будто. Из-за один, да? Я, да. Я в звуках очень плохо. Да, слушайте, мне как обычно тут все так подготовлено, что вряд ли кто-то что-то возьмет. Ну, ведь это как будто смешение первого. У меня есть мысль. Я не знаю, может быть, это какой-нибудь... Мне интересно, ну, если это анимация, у меня есть один... Нет, это не анимация. Тут не будет анимационных. Ага, я отправила. Я передумала, от первого варианта отказалась. Нет, я пас вообще полностью. Ну, вариант неплохой, композитор тот же. Но это не один дома, это поймай меня, если сможешь. О, нифига себе. А я же помню эту песню. Ну, это как раз, когда он стал пилотом. Come Fly With Me играла песня, пленка Синатры. Он пилотом в авиаторе стал, мама. Это я смешная. Поймай меня, если сможешь. Мне даже кадры никакие не приходят в голову, просто ничего. Ну, что-то такое, про любовь, мне кажется. С этими тарелками. Влад? Я подожду вторую. Ну, я тоже. За два. За два. Ну, мы просто прослушаемся раунду. Да, очень знакомые. Да, 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 я точно это слышал, прям, сто процентов, но я не помню вообще. Блин, я попробую, или не знаю. Нет, я подожду. Я точно смотрела, и сейчас не узнаю. Но я Месслеры третьего подожду. Я прям вообще супер из головы, я не уверен. Сейчас. Не знаю. Ну, все, я все ответил, можно, наверное, первый. Блин, прикольно то, что ты ответил тот вариант, который Дина предлагала для прошлого фильма. И за один. Это что-то недавнее. Это сто процентов, я это слышал. Ну, да, сто процентов. Пипега вообще. Сегодня этот фильм озвучивался. А, да? Не, он озвучивался, ну, вообще, ну, типа, не факт, что он там, ну, был в раундах, но просто озвучивался. Блин. Я, если за два ответил, я уже все, да? Да, ты уже все. А я и так, и до сих пор все. Не знаю, я пишу вот это. Я не знаю. Хорошо. Ну, с актером, кстати, Дин, ты угадал, это фильм «Не смотрите наверх». А, я не смирила его. А, вот почему я знакома, я буквально с неделью назад смотрела его. Недавно, я точно это слышал, но... А никуда не отложилась ассоциация вообще? Пока, да, пока всех ноль баллов за второй раунд. Дверьте все дальше. Поехали, поехали. Кстати, если вам понравилось не смотреть наверх, то советую пострелять собакой. Ага, ага. Тут, мне кажется, какие-то Гарри Поттеры, мне кажется. Думаю, все из вас видели этот фильм. Нет, Дина. Вот это Гарри Поттер. Только за один будет, наверное. Так, за два, да? Видимо, да. Это криминальная Россия. Нет, криминальная Россия — это вот это. Блин, мне кажется, я не буду раскаливать, подожду за один. А что ты сказал еще раз, мы все его смотрели? Ты думаешь? Да, я думаю. А ты не, знаешь, я рискнул. Я тоже, наверное, рискнул. Просто как бы или так, или нет. Лера, ты пас, да? Да, я вообще... Я посмеялся, потому что вы оба одинаковые варианты предложили, вот. И за один. Ну, за один, я думаю, возьмет Лера. У нее же только попытка осталась. Ну, по крайней мере, с настроением мы угадали с Диной. Лера? Ты уверен, что смотрела я это? А может, и нет. Я понятия не вижу. Вот ты, ты, конечно... Человек-летучая мышь, он же Бэтмен Тима Бертона. Самый первый. Ну, не самый первый. А, боже! Это где еще с пингвином и с вопросом? Ну, вот из этих частей нет. Нет, с Джокером, где Джека Николсон играл Джокера. Блин, Фин, ну ты только Гарри Поттера посмотрела, тут у тебя еще супергероев. Ладно, Дин, вот это специально для тебя. Спасибо. Сейчас я не угадаю их 100. Это всегда должен быть Гарри Поттер. Ребята, ты из Принца полукровки зуб даю. Это очень похоже на Гарри Поттера четвертую часть, я не знаю. Так, за два. Дина, ты серьезно или нет? Ты написал? Не скажу, не скажу. Я... Я право все вариант, но я не знаю. Я не доверяю. Лера, если что, в плане таких фильмов, нужно указывать часть, потому что там композиторы разные у всех, ну, у многих частей Гарри Поттера. А, это ты ложка придумал. Подожди тогда, но я все-таки останусь вот так тогда. Так, мы все-таки видим, Гарри Поттера, это Витина и Влад, вы следующие, да? Я подожду, да. Ну, видимо, за два. Что? Титаник? Блин, нет. Че? Блин, это никому не закончилось продолжить. Или что-то еще такое похожее. А, может быть, это Аня. А, можешь включить еще чуть-чуть вот на второе? Да. Да, в смысле, ну, это реально Титаник. Зачеркни то, что я тебе написал. Нет, это как будто... Блин, я не знаю. Влад? Я не буду отвечать, я не буду Титаник писать. И за один. А ты над нами издеваешься? Я не понимаю. Я могу писать сейчас или нет? Да, напиши сейчас. Не, серьезно. Я не рад, ты же не отвечал. Да, да, ты же не отвечал ни за три, ни за два, поэтому можешь, да. А почему ты скажешь, что ты специально для меня, Фин? Просто. Прекрасно. Вообще, я кекнула про Титаник. Дина больше всех пока имеет баллов в этом раунде, потому что она набрала два, а не один. Сюда. Блин, звучит прикольно. В чате спрашивают, да, прошлый фильм был Титаник. А в позапрошлом раунде Дина и Влад гадали один дома, когда был у нас в Бэтмен. А, нет, не Бэтмен. Бэтмен, Бэтмен. Да, Бэтмен. Блин, как будто этот. Я уже забыл вариант, который я хотел. За два? Ну, я не, да, я за два тоже. У меня есть мысль, но я потерплю. Так, я потише сразу сделаю, вторая помощь там громко. Индиана Джонс какой-то? Понятия не имею. Реально, какие-то раскопки, археологи. А я рискну, я рискну, я написала. Часть же, нужно указать Индиану Джонсу. Это точно не первым. Так, Влад и Лера, вы за один, да? Я за один, пускай там Дина выбирает. Не, Дин, хочешь, можешь отменитьесь, хочешь? Нет? Да нет. Да не отменяйся, да рискни, правильно. Да не справились. Ой. Реально, а что это? Я до сих пор не понимаю. За один должно быть легко, чтобы угадывалось, типа, всем. Мне кажется, за один просто должен назвать фильм. Блин, на самом деле, я думал, да и за два должен угадываться. Ну ладно. Блин, но это что-то тоже знакомое. Вот как не смотрите наверх, вот я точно это слышал. А может быть это вот это? А, хотя сейчас один балл, так что можно попробовать. Да, можно попробовать. Все отправили. Не, не, я наверно, сяками. Ну, это мумия была, нет? Это саундтрек Ханса Циммера к фильму Дюна. Я не смотрела. А я в кино ходила, но я настолько была впечатлена картинка, что не запомнила. Саур Дакары, плюс в чат. Так. Я писала неделю Джонс 2. Да. Я написала тихое место. Я написала тихое место. Ну, кстати, очень тихое место, судя по звуку. Так. Ну, мало ли там в начале, в конце, знаешь. Там язычники. Язычники вот эти как раз там. Дальше, шестой фильм. Так. Какой контраст. Ага. Какая-то немецкая комедия? Муравьи в штанах? Это так знакомо звучит. Это добрый дудочек. Это воскресное шоу на НТВ. Да, да, да. Про готовку какую-нибудь. Не, мне пишут музыкой симсов. Давай два. За два, да? Ага. Татьяна, где-то близко. Музыка из лифта? Блин, у меня есть догадка. Но мне жалко, если там за один будет что-то очевидное. Я не угадаю еще. Я не знаю. Я пас. Блин, у меня есть догадка. За один ставить? Ладно, я потерплю. Да. И за один. Я знаю, но я не знаю, название. То есть я слышу. Я надеюсь, что у меня верная ассоциация в голове. У меня прямо эта музыка и рядом с ней название фильма. Если они верно запомнились, то... Не, я пас. Я пас. У меня есть как бы... Эх, Дина, Дина. Ой-ой-ой-ой. Тут Миша пришел и закидал сапками. Спасибо большое, Миша. Блин, Дина, ну как же так, ну... Миша выздоравливай. Это папаша, что ли, а не игрушка? Ну как же так? В прошлом выпуске ты была вместе с ЛСОРом, и там был саундтрек из игрушки. Ты думала, я в следующий опять пихну игрушку? Нет, конечно же, это папаши. Сука. О, это... Пьер Ришар и Жерар Депарде. Я же говорил, что это близко. Миша, поздоравливай. Да, Миша, поправляйся. Мне кажется, я смотрела... Лет, наверное, от себя равно. Неправильная ассоциация сохранена в голове. Что такое? Седьмой фильм. Что-то прикольное. Очень прикольное. Что-то загадочное. Какой-нибудь чужой против чужих. Я жду там. За два, да? Я, я, да, я просто... А мы с ним... Да, да, звучит классно. И мне кажется, за единичку будет еще лучше. Давай. Хоть бы одну, блин, отгадать. Так, за один, да? Да. Да, да, да. Если бы этот был, да, то, конечно, бы не почистился. У меня ж мурашки. Ну да, вы все правильно ответили. Это реквием по мечте. Саундтрек. Принта Мансела. Так. Брр. Вообще, они все три прям до костей прибирают на последний, точно. Следующий. Этого композитора Дина точно знает. А, да? Я пас. Я жду. Я жду. За два. Бинда загружает? Низ версия. Я подожду. Из себя такой тупоченька. И за один. Не, 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 это я просто душный по саундтрекам. А. Из-за один. Я попробую. Третья к моей первой версии не клеится вообще никак, поэтому я попробую вот так. В саундтреке прям вообще супер. Нет. Ты пас, да? Ну, Дин, я написала. Видимо, неправильно. Я пытался, Дин, тебе помочь. Это же Ван Гелес. А Ван Гелес написал мало каким фильмом саундтрек, но это «Бегущий по лезвию». А, я хочу... А, это с Горслингом, нет? Нет. Под первую, кстати, композицию, которую я ставил, я в этом... Когда спал в одном номере с сестрой и с отцом, сестра, которая не отключала уведомления в этой Венесуэле, отец, который храпел, я включал наушники и засыпал под нее. Под Ван Гелес очень классная спица. Предпоследний фильм. Продолжение следует... Только родился. Ага. Мышь. Это с хоррора, ребят. Мышь крадет, да. Продолжение следует... Сияние, все. А, ну, кстати. Я не смотрела. Ну, похоже, да, на триллер какой-то. Ну... Саспенс. Какая-то пятница... Блин, пугающе, но я подожду. Что же будет в трейсинге? За один. Ну, ты хичкок, да? Знаешь, что я рискну? Блин. Да, правда, похоже. Мне так хочется две версии написать. Ладно, давай я ставлюсь вот на это все-таки. Вроде он так называется. Я думаю, что это хичкок. Угу. Я тоже. Плохой вариант был, да? Лера? А у меня плохой. А, все. Я не знаю вообще... Но когда он говорит неплохой вариант, это не значит, что он правильный. Да, 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 да. Просто такой, ну, молодец. Может, какое-нибудь вот это вот. Я... Ну, ты понял. Я вообще не знаю. Да, это реально был хоррор. Это фильм Ридли Скотта под названием «Чужой». А-а-а-а! Блин, а реально, да. Вот сейчас ты сказал, и я примерила, очень хорошо ложится. Блин, правда. Так, и последний фильм. Лично так давай пересматривать. Субтитры сделал DimaTorzok А это не может быть... Я напишу, но пока не отправлю. Не, ну почерк композитора сразу чувствуется. Да-а-а! А-а-а-а! Ой, мне Влад куда-то пропал. Он такой, блин, пожалуй... Не, я здесь. Но камерой выключилась? Да-да-да. Перезагрузить? Сейчас, погоди, я его себе перезагружу. Да, у меня нет ее. А-а-а-а. А вот, все, есть, все, есть. А чат все угадывает? Ну и за один. Я думаю, если кто-то... Чат, понятное дело, все. Я... Чат все гений, я не знаю. Надеюсь, что за один возьмет кто-нибудь. Да, я хотела это еще за два... Отвезем, ай-а-а-а! Э-э... Что здесь? Я говорю, я так... Может, это этот? Лер, это Ол. Вот так вот, я не помню, как он. Перепатия. Неплохо. Я не помню, как он. Влад? Ты понял меня? А, у Влада Дискорд упал. А, Влад не станет. Сейчас ждем. Ага. Блин, мне интересно, я угадала. Можно я по косок быстро возьму? Фина, скажи мне, я угадала? Нет. Сука, да как? Да ну блин! Ну как это, это не оно? А, потому что вот это было, по-моему, в прошлом выпуске или в позапрошлом выпуске? А, да, в позапрошлом выпуске. Интересно, я угадал? Нет? Нет, ты тоже не угадала. Мне кажется, вообще нету. А что я угадала? Нет, ну, Бегущий по лезвию, да, там 2049, а не 48. Я написала Бегущий, что-то там 2048. Ну там, кстати, тоже Ханс Циммер принимал участие в создании саундтрека, так что да. Да, видишь? Я не смотрела, но предположим. Нет, я правда не знаю. А мне показался прям довод-довод. А, кстати, я вообще про него забыла. Но, кстати, в доводе не Ханс Циммер, композитор. А кто? Людвиг Гарансен, который делал саундтрек к этому, к Мандалорцу. Сейчас вот вернется, я надеюсь. Мне, кстати, довод очень понравился. Довод мне тоже очень понравился. А я что-то смотрела, уснула на моменте, где там какая-то фигня проснула, проснулась, они уже все задом так передвигаются, не понимаешь, как че? Я такая, так, ну потом. Отложила на полку с Интерстеллером. Да-да-да, походу. Я люблю просто больше какие-то, может, там, триллеры, детективы. Вот. Линкольн для адвоката прям вообще. Ты пожалуйста? Линкольн для адвоката суперский. Очень. Я хотел его, кстати, сегодня включать в вопрос. Там есть лишь... А, вопрос нет, я думала, ты хотела посмотреть, но там просто есть... Да-да-да-да, я ж тебе его и советовал посмотреть. А мне его инсайдер шликал. Я его смотрела еще в году, блин. Не знаю. Или ты его недавно пересматривала на стриме, я просто помню, что ты его на стриме пересматривала. Это я пересматривала. А, ну да-да-да, я помню, я тебя забегал, писался. Да, я всем вокруг его советую. Очень. Какого он вообще года, сейчас я посмотрю. Год 2007, наверное. 11-го года, мне кажется, я... Интересно, кстати, чатик-то в итоге знает, что это за фильм, который он смотрит. Но хотя там по первой композиции даже кто-то угадал. Тут есть реально какие-то гении, которые по первым композициям угадывают. Чужого угадали по первой. Это там еще угадали. О! С возвращением! Здравствуйте! Велком Бэк! Там ссылка та же будет или другая? Так, сейчас я брошу. Так, и... А если это был 5-хэт-мув от Кьюбайта, чтобы отмести проигрышные варианты? Быстренько загуглить выигрышные. Все, я кинул тебе... А ты за один балл слышал в итоге или нет? Я вот слушал, и меня выключило. Я еще такой, типа... Что это за фильм? Ставлю. Очень знакомый, но я не помню, что это. Так, ставлю еще раз за один. Ой. Ну, я точно смотрел фильм. Не, конечно, ты смотрел это фильм Кристофера Нолана под названием «Дюнкерк». А, не, я не смеялся. Я думал еще на первом, когда ты еще... Это было на втором, когда ты сказал, что узнает себе композитор. Влад, скажи на «До», вот похоже по музыке. Ну да, 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 есть такое. Ой, ой. Не-не-не, это у тебя? А, стрим выключил. Вот так вот. Так, а то я уже пугаюсь, мало ли, это у меня. У тебя в Дискорде. В Дискорде выключил. А, не-не-не, это нормально, потому что... А, меняется сцену? Да, другая презентация. Третий раунд разгрузочный, он же... Он же «Кринштайм», где мы делаем... О, сюда. Тут вам нужно просто название фильмов скидывать мне. Мы расслаблялись и так, только что пока слушали. Раунд очень классный с музыкой, мне очень понравилось. Если бы я еще знала, конечно. Так, так, так. Чтоб ты понимала... Показывается у вас... Я... Каждый раз я уже могу ответ написать. Не-не-не, это не на... Это тест, это тест, да? Да, это... Каждый раз я смотрю фильмы и думаю, только этот саундтрек надо запомнить. Я буду участки на шоу, я его отвечу. И через день я уже не помню ничего, так что... Да, у нас, к сожалению, к одному из роликов не приехал реквизит, но мы там и так справились. Да, тут мы просто делаем пародии, оставляем оригинальный звук, используем, ну, в общем, кринжовый видеоряд. Спойлер в этом. Так, ладно, давайте сразу перейдем к первому фильму. О, это тот чел с тюрбаном, да? Возь. Так, первый фильм. Здесь нет звонка. Я знаю, что это. Да. Здрасте. Мне нужна квартира мистера Рубина. Здесь темно в коридоре, я ничего не вижу. Очень круто. Сейчас, секунду. Да, собственно, вы все правильно ответили, это Леон, причем сцена, которой нету в оригинальную часть, это в режиссерской версии она есть. А я, значит, режиссер в космиле, потому что я помню такую... Так, следующий фильм. Ну, это, конечно, служба. Да, собственно, тут коротенькая сцена. Дина, от тебя ждем ответ. Ну, ладно, я не буду у тебя уточнять, что-то так понятно. А что, все написали с уточнением? Нет пути домой, конечно же. Ну, да. Привет, Питер. Я это имела в виду, когда писала Челпук. Челпук. Следующий фильм. О, надо часть назвать? О, я, походу, знаю, что это. О, привет, мелкий. Что ты делаешь? Ни хрена. Лежу, смотрю, видак, всасываю косяк. О, хуждаю. Ты тоже совсем один. Просто сигареты. Эй, чувак! Чувак! Что это? Кто там? Эй, возьми трубку! Эй, чувак! 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 Эй, Дуги, возьми трубку! Ёп. Чувак! 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 Я в камеру посмотрел. А ты что делаешь? Ничего. Скучаю. Убиваю. Да, тоже все правильно ответили. Кстати, а кто-то посмотрел уже Новый Крик? Нет, я вот очень хочу. Нет, ну нет, сказали, что... Ну, все по канону, короче. Бои, услышали. Так, следующий. Сегодня в полицейском управлении Баффало едва не разразился скандал. Когда мэр... О, мэр... Как он зо... Когда мэр потребовал, чтобы... Как он зо... А, сейчас... Когда мэр потребовал, чтобы начальник поли... Ответил на заявление, в котором выражается... Дайте ему водой, пожалуйста. Продолжим. Извините. Премьер-министр Швеции... Прибыл сегодня в Вашингтон, а мои маленькие сесенки полетели во Францию. Что он сказал? В Белом доме, примакума стаку, был оказан радушный прием. А я танцую ча-ча-ча, как девочка-целочка. Я любить... делать... ча-ча-ча. Да, тут все... Тоже правильно ответили. Это Брюс Всемогущий. Я сначала такой... Эйс Всемогущий написал. Думаю, что что-то здесь не так. Так. И последний. Надеюсь, я не... Ну ладно, не буду комментировать. Ага. Я дам тебе... Угу. Усы я оставила специально. А знаешь, что, Йодевич? Я думаю, это вполне тянет на шедевр. А что это? Я не знаю. Не, а я угадал фильм. Правильно же? Да, да, конечно. Не знаю, на шару напишу. Может быть, это вот это? Ну, я вообще не уверена, если это что-то из вот этой вот всей... Ну, да, это Тарантино, но это бесславные ублюдки. А, я не знала. А, я не знала. Встал Джейбл, черевый боб. А я обрезительную восьмерку. Нормально? Ты в этом раунде выиграл? Да, получается, ты выиграл в этом раунде. Па-да. Так. Фух. Теперь мы двигаемся дальше. У нас трейлеры. Ура. Трейлеры, да. Нужно угадать фильм по трейлеру. Напомню, как он проходит. Вам нужно... Так. Сначала я вам выведу и пример покажу. По-моему, там сначала звук, а потом сам трейлер показывает. Да, да, да. Там... Так. То есть сначала половина трейлера звуковая дорожка... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. А, окей. Вот пример. Я включу вам звук из трейлера. Если у вас появилась идея, что это за фильм, вы говорите стоп, озвучивайте мне название фильма. Если он правильный, вы получаете, собственно, очко, и мы двигаемся дальше. Если неправильный, трейлер продолжает... Ну, звук трейлера продолжается, и дальше отгадывает другой. Нельзя два раза подряд подряд говорить стоп. Нужно, получается, дождаться, пока кто-то другой скажет стоп. Ну и, собственно, если... Во-первых, тут есть мультфильмы. Во-вторых, если это часть, то нужно озвучивать часть. То есть нельзя там просто сказать форсаж там или что-то. А сериал есть? Нет, сериалов нет. Вот пример. Ну, тут я... Кое-что ты должен знать обо мне. Я специализируюсь на особом виде охраны. Подсознательная охрана. Начало? Стоп, начало. Да, да, стоп, начало, и там действительно... Сюда отрыбало. Шутка. Да, поехали. Собственно, фильм за один балл. Стоп. Человек, возвращение домой. Нет. Ой! Я не могу говорить, да, уже? Нет. Стоп? Да. Трансформеры 3? Нет. Я писаю... Ну, я напишу... Не, погоди, ты можешь стоп сейчас озвучить, потому что Дина только что... А, стоп? Да. Человек-паук через вселенные. Абсолютно верно. Блин. Спутались, Человеки-пауки. Sorry. Паутини. Паутини, Паутини. Я, если что, здесь, я не ФК. Я тут. Тут сейчас фильмы идут по одному баллу, дальше будет за два, за три, за четыре. Ну, если, следовательно, есть фильмы, и трейлеры будут сложнее. Значит, они забрали 20 баксов и старые часы? Мистер Мэн, вы пытались им помешать? Нет. У тебя же был шанс, пап. А, стоп. Слышал... Угу. Никто. Абсолютно верно. А, нет, незнакомый, я не смотрел. Я даже не знаю, что это. Это не Шуллеровый. Но у Бали еще говорится. Да-да-да-да-да. Я не услышал. Блин, я забыл ставку сделать. Ёлы-палы. Ну, ладно. Поехали. Вы столь же дороги мне, как были дороги своим родителям. Я поклялся, что буду защищать вас. А сам не смог. Мэр уволит его весной. Правда? Угу. Но он герой. Герой войны. А сейчас мирное время. Думаете, так и будет продолжаться? Надвигается шторм, мистер Уэйн. Супер. Мистер кто? Стоп. Да. Мне показалось, мистер Уэйн это какой-то... А, нужна же часть. Тёмный рыцарь просто. Просто тёмный рыцарь. Нет, неправильно. Вам и вашим друзьям лучше приготовиться к неприятности. Стоп. Это кто сказал стоп? Это я сказал стоп. Бэтмен 3. Ну, который Нолана ты имеешь в виду? Это вообще не Бэтмен же. Нет, ну я рассказала тёмный рыцарь, и я подумала, если тёмный рыцарь неправильно, то, наверное, какой-нибудь следующий Бэтмен? Ну, да, это он. Это Бэтмен? Я не верю, что мне можно это засчитать. Не понял, сейчас, подождите. Ну, она сказала Бэтмен 3. Я говорю, ты имеешь в виду Нолана. Она говорит, следующая часть после тёмного рыцаря. Тёмный рыцарь возрождение. Да. Да-да-да. Серьёзно? Это вообще... Пипец, вообще. Это он трейлер смотрел. Я смотрела трейлер, поэтому... Я думал, это... Ну, суперзнакомый, это точно смотрел, но ассоциации вообще другие были. Я просто не знаю, какие там части. Давай дальше. Так, фильм за 2 балла теперь, первый. Если я берусь за работу, мне от вас нужно место и время. Чем вы занимаетесь, меня не волнует. У вас будет 5 минут. На эти 5 минут я в вашем распоряжении, но не больше. И я не беру в руки ствол. Я перевозчик. Стоп. Что, Дин, ты стоп? Я Лер сказал, Лер сказал. Да, Лер. Мне показалось, что это драйв. Да, ты правильно. Столько Дина сегодня шутила про этот фильм, но вы получила баллы за него не она. Я думал, перевозчик. Я вспомнила, что он не берет там в руки ствол. Если я берусь за работу, мне от вас нужно место и время. Чем вы занимаетесь, меня не волнует. У вас будет 5 минут. Так, за 2 балла. Ой, второй фильм за 2 балла. Он же в итоге взял в руки ствол, да. О, фф. Спойлеры. Долгая вот эта доставка, потому что возрастная категория. Чего же ты ищешь? Возмездие? Денег? Или чего-то большего? А ты хорош? Немного неотесан, но хорош. Есть работенка. Матерый гангстер набирает команду. Я водитель. И я пилот. Я всю жизнь ждал этого шанса. Что-то про ограбление, ребят. Много ты понимаешь. А, стоп. Знаешь, где взять корабль? Да. Это Хан Соло. Да. Ну, Чубака затащил. Я вообще в Звездных войнах, к сожалению, никак. Плюс. И вон там собака какая-то была. Как будто я смотрел, но я... Еще и голос Вуди Харльсона я потом уже узнал, когда... Да-да-да. Чего же ты ищешь? Возьми. Двигаемся дальше. Третий фильм за два балла. Я хочу поговорить об этом парне. Он вел себя как какой-то секретный агент. О, нет, 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 нет. Привет, Джон. Простите, кто вы? Это тот парень. Я парень. Тот парень. Руни, что бы ни случилось? Не вставайте с места. О чем вообще речь? Не надо... Всем лежать! За нами никто не идет. Или я убью себя, а потом ее. Родни, Родни! Пуля прошла на вылет. Кости и бедренные артерии не повреждены. Да? Лера? Блин, я... Да, я подумала, что это главный герой, а потом поняла, что, возможно, нет. То есть твой ответ — главный герой, да? Да. Хорошо, это неправильно. Все просто классно. Получишь повышение. Классно? Кое-кто будет теперь за тобой следить. Зачем? И ты не должна садиться в машину к незнакомцам ни в коем случае. Лиз Хаббенс, вы не присядете к нам в машину на минутку? Скажут, что ты в безопасности, значит, собираются тебя убить. Постой, что? И куда мы едем? Не беспокойтесь, вы в безопасности. Может, это со стат хамом что-то? Вы это уже сказали. Нападение, нападение! Уходим, уходим! Сейчас мы Transformers Rinpoche подключимся к продамбитам, но я вообще не могу сказать. Только продамбитам. Нет, но там другого все разучил. Он тоже его постоянно разучил. Шикарная пассив! Или блузка! Жесткач! Если ты сама по себе, твои шансы выжить вот такие. Со мной такие. Без меня такие. Могу подсказать, что это фильм с Томом Крузом. Я уже понял. А я походу поняла. Я походу. Крин, а я не могу больше. Как дела, Соня? Я забыл, что у него зафига. И что теперь? Мы едем в Европу. Вдавайся, это лучший вариант для людей, которые тебе так дороги. Очень красивый город. Да, самый красивый из тех, где было. Он играет с вами. Он шпион. Это его работа. Я уже не знаю, чему можно верить. Что-то же к Тома Крузом есть шпионское. Я, я сам. Нам надо держаться вместе. Готово. Привет, парни. Поиграем шпиона. Музыка пьет. Не должна быть дома. А ты должен быть мертв. Давай, давай. О, боже. Быки. Я, может быть, даже дам возможность верить сейчас. Это Джек Ричер? Нет. Это может быть, как он называется? Как-то прекрасный принц. Что-то. Прекрасный принц? Как ее снимать, там с ним снимается блондинка, нет? Которая очень тоже здесь. Да. Как он называется? Рыцарь, как-то так. Что-то такое. Второе слово. Ну, я думаю, наверное, и так засчитаю, что никто ничего не знает. Я поняла, что ты как-то... Я засчитаю тебе. Это рыцарь дня. Я хочу поговорить об этом парне. Я забыла, как ее зовут. Камерон Диев. Камерон Диев. Да, какой-то секрет. Я очень впервые об этом фильме слышу. Не, очень хорошая комедия с ним. Да, прикольная комедия. Какого года? Простите. 2009-й, 8-й какой-нибудь, наверное. 10-й. Даже 10-й. Можно будет на досуге глянуть, когда хочется какую-нибудь комедию рыцарь дня, да? Кто будет этот? У-у-у. Парень, опа, парень. Черные экраны. Так, теперь за 3 балла. Давай. Я хочу записать все. Ну, да-да-да-да-да. Это мой младший брат. Помог бы закончить. Я научил его всему, что он знает. Ты не понял, чем закончится бой? У-у-у. Бам! Я все еще тренирую его. Давай, давай, давай. Paramount. Relativity Media. Мандевиль Филмс. Я выиграю бой и начну много зарабатывать. И тогда ты сможешь подольше оставаться у меня. Удачи по... Да. Может, какой-нибудь тренировочный день? Нет. Папуль, не обращай внимания. Пока, милая. Фильм основан на невероятных, но реальных событиях. Возможно. Ты кладешь асфальт, да? Да, а еще я боксер. Говорят, ты проходной соперник. Была у меня пара тяжелых боев, но в следующем я покажу себя. Да, его он тоже проиграет. Ну что-то на тренировке, ребят, это боя. Да, что поищи себе другого. Ой. Не оскорбляй ее. Микки Уор, 31 год. Участвует в боях, потому что ему нужны деньги. Смотри, какой громилый. 20 футов тяжелее меня, Дики. Не будешь драться. Забудь про деньги. Малышка на миллион. Блин, у меня есть... Я ухожу, Шарлин. Хватит с меня боев. Мне это больше не нужно. А я не могу забыли? Жаль, что ты так легко позволяешь им сделать это. Мне так стыдно. Я всем сказал, что выиграю. По тексту из трейлера. Ты хочешь сказать, что это фильм, где Кристиан Бэйл худой? Ну, это то, что у меня в голове ассоциация. Если это не близко... За которую он Оскар получил, ты имеешь в виду? Я не помню. Ну, где он очень худой, где он такой еще в кепке ходит. И у него и брат, по-моему, или друг его учит боксу. Или наоборот. Наоборот, по-моему. Да, он учит. Да, ты прав. Так это в трейлере сказали. Блин, ну, я не помню, как он называется. Тушнила. Ну, я говорю, я могу посмотреть, как называется фильм. Я могу тебе дать подсказку. Давай. Слово из которого состоит название фильмов. Очень часто звучало в трейлере уже. Дикий. А что там будет? Я особо не... Давай, давай, да, тогда слушаем. Этот бой я устал всех разочаровывать. Этой зимой. Послушай, Мика, у тебя сильный боевой дух. Ты очень талантливый боец. Я хочу дать тебе шанс, пока не поздно. Попробуй еще раз. Я могу назвать? А как же мой брат? Нет, не можешь. Сейчас Лера. Лера, да. Может, как он боец? Да, боец. Да, да, да. Я тоже такой, ну, блин, боец. Боец? Боец. Боец. Кристиан Бейл получил свой... Я фильм вспомнил, но я название... Вот у меня просто вот прям... Это мой младший брат. Помог бы закончить. Я хочу вьющему, что он знает. Ты не понял, чем закончится бой? Бам! Я все еще тренирую его. Так. За два балла. Здравствуйте. Ваша собачка. О, боже. Да, спасибо. Я должна вам заплатить. Возьмите. Ой, ну что... Вообще-то, похищение собак неплохой бизнес. У тебя новая собака. Где ты выгуливала его, Шерис? О, я всегда любила Бонни, как своего собственного сына. Раз. Мой мозг не может смириться с таким ответом. Два. Верни мне мою собаку, пожалуйста. Бляж, дерьмо войне. Что произошло? Какие-то уроды напали. Стоять! Они сказали, что ищут шицу. И потом этих упырей убили другие. Это их кровь. А это его блевок. Мы в дерьме. Хочешь принять ванну? Может быть, чай или кофе? Нас чуть-то убили, потому что ты свистнул не ту собаку. Это правда? Вау. Какая-то комедия про нерадивых воров и собак. Мы можем сразиться с плохими парнями, типа в пустыне. Блин, что нам делать в реальной жизни? Привет. Ты че? Заткнись. Мы вернем тебе папочки через пару дней. Не грусти. Дай лапу. Лапу. Нет лапы? Ничего. Я должен собраться. Я знаю. Мою собачку убьют. Но ты ни хрена не собираешься. Хе-хе-хе-хе. Ты должен вернуть ее. Вернуть? Возвращение похищенной собаки противоречит самой идее похищения. Меня не ведет. Я тоже. Руки вверх. Нет. Но у меня ружье. Ну, я попасанула. Давайте так. Я вам включу трейлер. А вы там... Я думаю, что кто-нибудь-то и возьмет. Потому что вначале известный актер, потом еще 100 миллионов известных актеров. Здра... Давайте. Здрасте. Ваша собачка. О, боже. Да. Спасибо. Я должна вам заплатить. Возьмите. Ой, ну что... Ха-ха-ха-ха. Вообще-то, похищение собак не может быть. Блин, сейчас. У тебя новая собака. Он заслываетесь. Где ты выгуливала его Шерис? О, я всегда любила Бонни как своего собственного сына. У нас мой мозг не может... Я знаю этот фильм, но название я знаю, но я не помню. Один, если что, это от режиссера. Да, да, за лично. Я хотел только что-то сказать. Стоять! Они сказали, что ищут шетцу. Ну, он всегда себе берет этого Холина Фаррелла, но я не знаю, что... Хочешь принять ванну, может... А ты не смотрела этого? Это очень смешной фильм, очень крутой. Ладно, ждать, ты вспомнился. Он у меня в закладках висел, типа, посмотреть, и... Офигенный фильм. У меня почему-то в голове что-то название какое-то, типа, диагональ, что-то... Ну, ладно, все пас. Этот фильм называется «Семь психопатов». О, я сказала... А, у меня тоже в закладках, кстати. Мне кажется, это тот фильм, который у всех в закладках. Да, да. Я просто сказала «психопата». По трейлеру я, я, по-моему, трейлер смотрел, поэтому я, ну, узнал. Последний за три балла. Гоблин Интертормент и премиум фильм представляют... Запрещен, я вырезываю. Соник Питчерс Классикс. Участник фестивалей в Санденс, Берлине, Лос-Анджелесе и Трайбеке. На диком западе Ирландии... Сержант Дерри Бойл, полиция. Один крутой коп, ты овцу отгулял, что ли? Однажды в Ирландии. Да, ты абсолютно права. Сюда! Это причем фильм брата Макдонана. Гоблин Интертормент и... Я не смотрела, даже не знаю. Я его смотрела. Гоблин Интертормент и премиум фильм представляют... Фильм Сони Пикчерс Классикс. Очень-то, очень смешно. Но они вдвоем снимают очень крутые комедии. На диком западе Ирландии... В переводе Гоблина. Так, а Динни получается 3 балла. Пок-два. Так, Динни за 4 балла 3 фильма. А, еще. Давай. Может, там опять 16 плюс-таки? Да, скорее всего. Порой судьба. Похожа на песчаную бурю. Которая все время меняет направление. Операция «Буря в пустыне», ребят. Жмите. Ты тоже меняешь направление. Но буря тебя преследует. Куда бы ты ни повернул, буря идет за тобой. Так повторяется снова и снова. Вы кружитесь в смертельном танце на рассвете. Буря не возникла из ниоткуда. Ты для нее не чужой. Что это может быть? Буря и есть ты. Нечто внутри тебя. Единственное, что тебе остается пройти сквозь бурю. Не сомневайся. Стоп. А вот это не может быть Джек Ричард? Нет. Ладно. На самом деле, я надеялся только на тебя в этом фильме. Да? Что тебе остается пройти сквозь бурю. Да, я вот что-то хотел сказать, что это какой-то, видимо, такой малоизвестный фильм. Я видимо... Она вобьется вплоть как тысячи лет. Чё, чё, развлечание такое не было? Фильм отрежет. И люди будут... Зекер Гордмана. Иньерита. Иньерита, да. Эта кровь будет у тебя на руках. Иньерита есть. Твоя кровь. И кровь других. Что-то доехо. Да, тут, наверное, вряд ли кто-то возьмет, да. Потому что это фильм с Хавьером Бардемом про человека больного раком. Который называется Beauty Home. Не, я не спрашивал. Кстати, я, по-моему, его тоже добавлял когда-то. Ты тоже меня... Очень... Я, видимо... Очень тяжелый, но очень крутой фильм. М-м. Только по Хавьеру Бардему, по этому кадру, узнал. Последние два. Тоже, видимо... Поразительно. Вы не находите? Это подделка. Фильм Джузеппе Торнаторе. Алло, кто это? Да. Стоп, лучшее предложение. Я так и знал, что так и произойдет. Сюда. Да, это она. Поразительно. С Джеффри Рашем. Так. И... Хороший рейдинг. Смешно, что я подумал, что король говорит сначала. И, кстати, он там тоже играл. Ну, я же про это же играл. Да, 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 да. Да, да, да. Да, да, да. Блин. Тут очень плохой звук, к сожалению. Это случилось 13 декабря 1937 года. Нам Кин был под обстрелом. Последние китайские войска очистили нам путь назад к церкви. К безопасности. Кто там внутри? Только это ведь девочки. Вы ведь не оставите нас. Правда? Это... Это опять... Я помню, как они входили в церковь. Стоп. Это не может быть 47 раненов уроненов. Нет, нет, нет. С кандаризом этот. А этот с самуразом тоже. Последний самурай нет? Нет. Так скажу, там не там Круз. Это просто дубляж в трейлере другой. Ну, я же пытаюсь поздно. Я не могу бросить ее здесь. Помогите нам. Стойте! Это же дом Господа! Вы благородные люди! Так ведите себя благородно! Что вы будете делать? Ну да, наверное, хотя... Ну, в общем, это китайский фильм, но актер... Долливудский один, который уже сегодня был. Это случилось 13 декабря 1937 года. А, ну сейчас мало ли кто-то видел, но... Нанкин был под обстрелом. Последние китайские войска учистили нам путь назад к церкви. К безопасности. Про то, как... Кто там внутри? Он приходится священником в храме, где... Девочки и проститутки. Называется «Цветы войны». Ну, не знаю вообще... Тоже очень тяжелый, но и тоже очень крутой. Так, трейлеры закончены. Счет у нас 21-32-31. Кина у нас максимально приближается, наверстывает. Какая-то разница с Владом? С удовольствием. Я не знаю, может быть, сейчас Лера получается первая. Лера на первом месте сейчас? Нет. Сейчас на первом месте до сих пор ты на одну очку обгоняешь. Хотя, да, я вообще не угадывал. Так, наконец-то то, что вы готовили. Интересно, какие же темы, да? Ну, я не готовила, если честно. Я думала, подготовится, но не сделала. Так, вам видно, да, все? Да. Собственно, вот ваши темы. Скандинавские сериалы у Дины Блин, хорроры у Кьюбайта, Гарри Поттер у Леры и Кристофер Нолан должен был быть у Элсиора. У Элсиора. Так, а если присутствует... Ну, давайте я сам быстро ставлю. Мне кажется, я не отвечу уже. Мне кажется, сейчас все ответят на мою тему, и мы на этом разойдемся, в принципе. Скандинавские сериалы, это, типа... Что это, что это? Скам, Рагнарёк, или что? Сейчас поймешь. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что не то, что ты назвал. Я уже не знаю, что такое. Это то, что я мог предположить. Поехали, собственно. Первый вопрос. Скандинавские сериалы. Ханс Руссенфельд является создателем сериала «Мост», который получил всемирное признание. Он был адаптирован в России, где сыграли Инги Борги, Добкунайт и Михаил Пореченков. И также сериал был снят и в США. Но за спиной Творца имеется еще один известный скандинавский сериал. Какой? Ребекка Мартинсон, «Убийство у моря», «Преступление страсти» и «Валандер». Ответ вам нет... Да, извиняюсь, я забыла звучать. Вы отправляете мне также варианты в личку. Тут у всех вопросов будут варианты. Если вы правильно отвечаете на вопрос своей категории, вы получаете балл. Если вы неправильно отвечаете на вопрос своей категории, вы теряете балл. Если вы правильно отвечаете на вопрос чужой категории, вы получаете 3 балла. Если вы неправильно отвечаете на вопрос чужой категории, вы ничего не теряете. По-моему, вот так. Я ответила то, что... Ну, можно же просто цифру написать, правильно? Я потому что вообще не знаю, что это за... Буква, да. Ой, да, ну вы меня все... Так, сейчас у нас пройдет прогноз, и я звучу правильный ответ на... Можно просто... Ладно, сейчас буквально... Тут варианты с подвохом. Один из них не скандинавский. Варианты реально с подвохом, и правильно у нас отвечает только один человек, и это Влад. Это сериал Валандер. Я смотрела первые два, второй это не скандинавский. Один, получается, теряет один балл. Блин, мой балл, нет! Двигаемся дальше. А, сначала одну тему, потом другую? Так, по одному вопросу буду, да. Некоторые несостыковки между финалом первой части и началом сиквела объясняются тем, что компания, обладавшая правами на первую часть, не разрешила режиссеру использовать кадры из оригинала для создания его краткой предыстории в сиквеле, вследствие чего режиссеру пришлось переснимать эти куски заново из героев, имея в наличии только двух. Что это? Зловещие мертвецы? Хэллоуин? Пила? Или Чужой? Да. Главное, на Гарри Поттере не обхакаться, остальное все. Блин. Сне, я его сейчас... Из героев... Я сейчас выделаюсь, надеюсь, я правильно ответил, но вроде правильно, потому что, насколько я помню, это к этому и относится. Все, 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 все. Это отпадает. Блин, я попробую вот это. Готово. И Дина тут же возвращает себе обратно баллы, потому что это действительно зловещие мертвецы, и Кьюбс тоже за это получает один балл. Лера, а ты что выбрала? Пилу. В Пиле, по-моему, первые... Я просто понятия не имею, ну, это... Я исключительно. Поттер. Из всех экранизированных частей Гарри Поттера имеется одна, на которую часто обращают внимание недовольные фанаты. Недовольство их выражается в том, что самая длинная часть саги имеет самый короткий по хронометражу фильм, не учитывая титры. Что это за часть? Гарри Поттер и Лучник из Кабана, Гарри Поттер и Кубок Огня, Гарри Поттер и Орден Феникса, Гарри Поттер и Принц Полукровка. Я сегодня на стриме рассказывала, какая часть мне понравилась больше всего, и мне в чате писали, ну, она же самая плохая, она самая плохая, надо было ее на две разделить. Так что я думаю, что вот эта вот часть. Блин, Дина прямо идет впереди планеты всей, 3 балла получает, Лера 1. Это, да, это Гарри Поттер и Орден Феникса, более 800 страниц, и чуть-чуть короче она узника с Кабана, по-моему. Всюду очки за Гарри Поттера. А что, Влад ответил? Влад ответил у Бокогня. Ну, здесь я... Скандинавские сериалы. В первых кадрах мы видим, как совершается жуткое преступление. Ночью, в тревожном свете луны, молодая женщина по горло, закопанная в прибрежный песок, захлебывается в подступающем приливе. Позже выясняется, что она была беременна. Это архивное дело, которое полиция нераскрытым положила на полку четверть века назад, за неимением улик. Неизвестной осталась даже личность жертвы. Расследовать давнее дело берется студентка полицейской академии Оливия Рейнинг, отец которой когда-то напрасно над ним бился. Ведь в те годы у криминалистов не было даже технологии анализа ДНК. Что это за реал? А. Прилив. Б. Ловушка. В. Лавовое поле. И. Г. Пляж. Где ты их откопала? Я из этого только 11 смотрела. Я даже не знаю, что это за сериал. Ну, если это прилив, то это будет максимально... Я на шару. Я на шару написала. Так. Отлично. Я понял вас. Никто правильно не отвечает. Это, конечно же, прилив. Что? Я такая, ну не можешь же быть настолько. Иди на минус балл. Я только ловушку смотрела. Ловушку исландской. Следующий вопрос. Хорроры. Кто и что только не становились убийцами в фильмах-хоррорах? Но что здесь лишнее? А. Огурцы. Б. Помидоры. В. Грибы. Г. Кабачки. Блин. 50 на 50. Либо одно, либо другое. Так. Я примеряю. М. Убийцы. М. Убийцы. Ну, наверное. Я точно так же не знаю, как и вы. Я не знаю. Ну, два точно было. Просто такой... И правильно отвечают, кстати, все, кроме того, кто загадал эту тему. Потому что... Влад ответил помидоры, но есть помидоры убийцы, возвращение помидоров убийц и так далее. Поэтому тут правильный ответ кабачки. Блин, я думал, что кабачки, думаю, не так. Помидоры, наверное... Ну, ладно. Кабачки не на хайпе. Счет у нас тем временем 28-35-35. Дина очень близка. Гарри Поттер. Сага Гарри Поттера переходила из рук в руки к разным режиссерам, которые и без того сняли великолепные картины. Но какой из представленных снял Альфонсо Куарон, который также известен фильмами «Дитя человеческое», «Гравитация» и «Рим», «Гарри Поттер» и «Тайная комната», «Гарри Поттер» и «Узник Аскабана», «Гарри Поттер» и «Кубок огня», «Гарри Поттер» и «Принц Полукровка». По режиссерам, как бы я не хотела, как бы не было Гарри Поттера, и понятия не имею вообще. Моя тема, а можно ответы, пожалуйста, показать? Я отправил... Ответы открылись. Открылись, 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 моя тема у нас горит. Ну, наверное, вот так. Я не знаю. Я на шару. Ну, тут никто балла не получает, Олера теряет. Это фильм «Гарри Поттер» и «Узника Аскабана». Блин, выбирала между... Она получает, она угадала, правильно? Не-не-не, она не угадала, ответила «Принц Полукровка». Блин, у меня был вариант между «Принцом Полукровка» и «Узника Аскабаном». А между «Комнатой Аскабаном». Начиная с пятой части, все части снимал Дэвид Йеттс, первые два Крис Коламбус, потом Альфонсо Хуарон третью и четвертую. Я уже забыл имя режиссера. Я даже не знаю, кто снимал первую, вторую, пока ты сейчас не назвал. Коламбус — это тот, который один дом отодел? Да-да-да. Так, да. Скандинавские сериалы. О, это изи. «Мост между какими городами вы можете видеть на кадре из начала сериала «Мост»?» А. Одинце и Слагельсе. Б. Копенгаген и Хельсингборг. В. Копенгаген и Мальме. И Хиллерет и Мальме. Сюда бал. Я ответила, я понятия не имею. Так, все ответили «В», да, я так понял? Реально? Ну, реально, все правильно ответили, получается. А, куда? А, плюс три, блин. Дина уже обрадовалась. Да. Хорроры. Чего или кого не хватает на постерик в фильме «Зловещие мертвецы»? А. Скелета. Б. Женщины. В. Зомби. Г. Руки. По-моему, вот это. Да, вот мне, думаю, что тоже вот так. Лера. Хуй знает. Пускай вот это. Блин, ну рука, кстати, да, которая показывает фак еще в фильме и бегает от главного героя, она действительно там была, но тут на постере присутствовала женщина. Ну ладно, рука. Да, никто не угадал? Никто не угадал. А ты тоже не угадал? Все руку выбрали. Нет, я тоже. А, да ладно. Гарри Поттер. Сколько очков принес Гриффиндору Невил в первой части, что позволило им обойти слизерин? А. 5, Б. 10, В. 15, Г. 20. Сейчас, подожди, я вспомню. 50 очков за лучшую партию, 50 очков за... Сейчас, подожди. Я сейчас вспомню. Я думаю, что я это невнимательно слушала, этот момент, так что я на шару напишу. Угу, понятно. Легко противостоять врагу, но еще сложнее противостоять друзьям. И Невил Долгопопс получает... Ты прям по тексту вспоминаешь? Да, да, да. Ну, она пока один в один говорит, да. Дамблдор там так и говорит, тяжело противостоять врагу, но еще тяжелее противостоять своим друзьям. И... Невил Долгопопс получает... Получает... Блядь, я сомневаюсь. Ну, ладно, пускай я уже написала, но, по-моему... Собственно, заряженную пятюню получает чат, но Невил получил 10 очков. Ну, слава богу, блядь, я думаю, я здесь... Я, я, я получается правильно ответил, да? Ой, эээ... Тут 38, а тут 40, да. Они сравнялись, по-моему, по 472 балла, и как раз Невил... Так, теперь у нас... Тут звуковой вопрос. Это все, что я не сердце. Да. Из какого сериала звук заставки? Да, это все, что я не сердце. так я смотрел три из них музыку помню только из одного и это не он это или это это или это давай так молодец тина ты справилась это каштановый человечек только лера получила на 2 было больше я думаю такой тупой вариант и отвечу так и хорроры из какого хоррора фрагмент я так и знала что будет именно она она еще была в пипце мне просто кажется что она в обоих этих было в обеих частях да ну поэтому я взял не просто саундтрек а именно момент из фильма и правильно отвечает только дина это 28 недель спустя да не пойла а я ответил одни спустя до начала фильма где главный герой выбегает из дома он бросает своих родных он просто бегает я даже не видела фильм классно и очень классно зомби ами гарри поттеры из какой части гарри поттера саундтрек а У-у-у-у-у-у-у-у-у! Ну да, дальше не буду включать там долгое. Гарри Поттер Философский Камень, Гарри Поттер и Тайная Коммента, Гарри Поттер и Узник Эскобана, и Гарри Поттер и Кубок Огня. Слышишь, а ты меня поправишь, но, по-моему, там приходит потом этот дамбудр встает, говорит, даже в темные времена можно найти что-то, если обратиться к свету. Так, ответ. Ответ. Сейчас, подожди, я сомневаюсь. Дина, ты ответила, да? Да, да, да. Я показала, что что-то новогоднее. Сейчас, можно секундочку подумать, просто вспомнить? Ты можешь вслух ответить, да, потому что остальные участники ответили. Да. Так, ну, там цветокоррекция слишком яркая для Кубка Огня, и они слишком маленькие для Кубка Огня. И, возможно, это... Почему-то мне кажется, что это тайная комната. Ну, подожди... Да-да-да-да-да... А может быть философский камень? Лизников Кабар. Сейчас дайте прогнать все части в голове можно? Все части в голове? Ну, первые три. Первые три. Они приходят... С лягушками. Они поют, там еще лягушка в конце квакает. Не, не помню. Ладно, пускай будет философский камень. Ну, мне почему-то я... Лягушка присутствовала, да, лягушка присутствовала на руках. У-у-у-у, да, у детей в третьей части. Это Гарри Поттер и Узник Аскабана, когда появился Хоксмит. Сюда, сюда. Я еще такая... Слышу звук, думаю, блин, они же под этот звук в Хоксмит идут, гуляют. Все, я пойду сводить татуировку с Гарри Поттером. А там был Новый год в этой части? Да, они ходили в Хоксмит, там как раз была зима и... Все, у нас закончились вопросы ваших тем. У нас остался только финал. И счет у нас сейчас 36-39-40. То есть вы идете очень близко друг к другу. Кто на первом месте? В этом... Ты на первом месте. Ой. Извините. Такая, а кто это до первого напомника всем? Всем, пожалуйста, уточни, кто обкажался на Гарри Поттере. Хотел бы выбрать, что Лера выиграет этот раунд, но этот раунд выиграла Дина. Так что... Бог. А я, кстати, ни разу не выбрала А в своих ответах. Так, экран. Там... Там, да, да. Там, да. Там, да. Там, да. В, Г, Г, А, В. Но я все равно буду озвучивать вам... А сейчас у нас что за раунд? Сейчас будет просто три вопроса. Будет сначала зачитываться выбранная какая-то случайная рецензия к фильму, ну кусочек из нее. После факта о фильме вам нужно назвать этот фильм и отправить мне в личку. Каждый вопрос по пять баллов. Поехали. Первый вопрос. После его просмотра остается состояние адреналина в крови. Ты проникаешься этой напряженной стремительной атмосферой фильма. А это очаровывает. Адреналин, как наркотик, затягивает и нет сил оторваться. Этот фильм настолько стремителен, а повороты сюжета, как и машин в гонках, так резки, что не замечаешь, как бежит время. Ты не замечаешь и некоторую скомканность линии повествования. Да и это все теряет какое-либо значение перед умопомрачительными погонями. Цвист ветра в ушах, визжание шин по асфальту, турбоускорители и нереально высокая скорость, а еще яркие спортивные машины, ставшие отдельным видом искусства. И факт о фильме. У актрис, исполнивших в фильме главные женские роли, на момент съемок даже не было водительских прав. А часть нужна? Почему мне показалось, что это вот это? Лучше да. Я вообще не знаю, это все, что мне пришло в голову. Что ты смеешься? Смеюсь над тем, что я написала. Ты смеешься над тем, что ты единственное правильное ответила, потому что это первый форсаж, а не второй. Ой, боже, серьезно? Да, у Джорданы Брюстер и... Боже мой, мне вылетело из головы имя второе. Я решила, что потом у них появились права. Да, это логично. Дина вырывается вперед, 41, 39, 40. А я почему-то решила... Я почему-то решила, что яркие спортивные машины во второй части, в первой там вообще такие, по-моему, неприметные. Мишель Родригес, да, спасибо, чатик, я забыл про Мишель. Я не смотрела ни одного форсажа, по описанию чисто. Второй вопрос. Ой. Здесь нас поджидает такой же стиль повествования, что и в предыдущем шедевре режиссера. Многочисленные сюжетные линии второплановых актеров сплетаются в одну общую канву, создавая при этом воистину закрученный сюжет в лучших традициях Голливуда. Концовку фильма практически невозможно предугадать. Все настолько запутано и все время идет не по плану самих персонажей, что уже и не знаешь, что от них ожидать. И факт. Для того, чтобы поддерживать порядок на съемочной площадке, режиссер ввел своеобразную систему штрафов, среди которых были штрафы за звонящие мобильные телефоны, опоздание, сон в рабочее время, за разговоры и за выражение недовольства. А это именно фильм, не сериал и не мультик, да? Это фильм. Не знаю, мне почему-то показалось по описанию, что тут прям. Типа там все вот так, и я такая думала. Вдруг? Хочу. Может быть. Ну, не знаю, может быть так. Попробую так. Я не знаю. Но с режиссером угадала у нас только Лерон, но фильм не тот. Это Гай Ричи, а фильм Большой Куш. А, я не смотрела. И тут как раз таки говорят, что стиль повествования напоминает предыдущий, то есть карты, деньги, два ствола. Угу. И третий вопрос. А я написала одновременно. Я написала криминальное чтиво. Влад, а ты что написал? Престиж. Я написал Престиж. Рэй Файнс, один из моих самых любимых актеров. Все его образы такие неповторимые в своей полярности, такие эмоционально насыщенные и яркие. Никогда не вызывали у меня ничего кроме восхищения. Но злодей в его исполнении стал для меня просто потрясением. Весь фильм он держал меня в напряжении. И я не знала, что ждать очередного всплеска его настроения. Экзальтированность, нервозность, граничащая с шизофренией, беспощадность и какая-то безумная ослепленность властью. И, как следствие, вседозволенность во всем. И факт. Специально для своей роли Рэй Файнс поправился на 13 килограмм. Для этого он пил много пива Гиннес. По словам режиссера, он пригласил этого актера из-за его дьявольской сексуальности. Прекрасно. А, блин, а кто-нибудь помнит Рэй Файнс? Я не знаю, как он выглядит, можно. Рэй Файнс есть и что. Это Дволандемор что-то, да? Да. А, это он. А, легче нихуя не стало, извините, пожалуйста. Он там владеет. Он же играет М в последних Джеймсах Бондах. А, да-да-да, точно. А, часть нужно? Я так скажу, тут нет части. Блин, это был Гарри Поттер. Было бы Морда 13 килограмм на пиве сразу. Тогда какой он был до этого, да? Та-та-та-та-та-там. Блин, я что-то вообще не знаю. Я не знаю, я с ним знаю Гарри Поттера и может быть какой-нибудь... Может быть вот это? А как пишется? Не стоит его расценивать прям, что он, типа, как какой-то, ну, классика, да? Там, герой и злодей. Он просто играет отрицательного персонажа. Да, знать бы где, в общем, играл еще. Я вообще не знаю. Ну, у меня есть предположение, но просто по описанию как будто вообще не подходит. Тем более еще... Благодаря своей игре я знаю этот фильм. Если это не он, то извини, Дим. Я это все... Благодаря чему? В игре? Своей, ну, своя игра. А это не он Пингвина играл в Бэтмене? Нет, там играл Дэнни Давидов. Ой. Я, короче, на Бум попробую. Блин, я не знаю. Я пас. У меня вообще даже версии нет. На Бум. Кроме Бэтмена с Пингвином. Дин, это пас, да? Да, да, да. Блин, была бы, конечно, крутая тема, если бы Дина в начале так сильно отставала, в конце вырвалась вперед. Аж обогнала, потому что на этот момент у нее было 41 очко, 39 у Влада и 40 у Леры. Но так получается, что сейчас двое дали правильный ответ. И Влад, и Лера. Это фильм список Шинлера Стивена Спилберга, где Рэй Файн сыграет владельца концлагеря, где он убивает, издевается и, в общем, парит полную грязь. И таким образом у нас получается Лера побеждает. И у нас 41 балл у Дины, 44 у Влада, 45 у Леры. Лера выигрывает 20 сабок. Поздравляю. Йоу. Но это была нереальная заруба. Ну да, было близко. Кэмбэки, перевороты, прям вообще жесть. Спасибо вам большое. Тебе спасибо большое. Тебе спасибо большое. Материал подготовил. Сори за сонтреки, что мало отгадали. Да. Очень классный раунд с сонтреками. До сих пор он мне очень нравится. Я не помню уже ни одного фильма оттуда, но раунд. Послушали. Спасибо большое. Спасибо всем. Не буду вас держать. Спасибо. Да, спасибо чат. Чат спасибо, кто болел. Спасибо, что болели в любом. Да. Да, спасибо. Всем пока. Пока-пока. Так, чатик. Я сейчас буду закругляться. Большое всем спасибо, кто смотрел. Наконец-то спустя 8 месяцев Cinefin вернулся. Я надеюсь, вам понравилось. У меня новая рубрика появилась с вопросами по темам участников. Я думаю, дальше будем ее пихать с саундтреками. Ну, это классика. Самый душный раунд и прочее. Вот. Единственное, я хочу напомнить про партнера Aorus, который мне предоставили офигенный SSD-шник на 1 терабайт для моего PlayStation, который я уже ставил и он работает. У меня друг там орет за стеной. Я думал, вы услышите. Он там фифу играет. Вот. Ссылочка есть под стримом. Ну, или восклицательный знак SSD. В общем, большое вам спасибо. Я надеюсь, что в скором времени я... Ну, у меня просто операция планируется 19-го числа. После этого я неделю в больнице. Несколько недель реабилитации. Неизвестно, когда вернусь в русло, так сказать. Ну, если вообще попаду на операцию, потому что там надо дофига анализов. И, в общем, чтобы совпали звезды, чтобы все это получилось. Но, как бы то ни было, в ближайшее время я все-таки хочу провести бункер. И обязательно проведу еще один Cinefin. И Cinefin, надеюсь, будет больше в этом году, чем в прошлом. Потому что в прошлом в мае я провел и больше Cinefin не проходил. Вот. Только в этом году.